Движение внутри протестантизма это движение связанное с именем Жанна Кальвина Уголок посвященный кальвинизму у нас небольшой Кальвинизм это течение, оно в принципе позиционирует себя максимально аскетично, скромно И уголок у нас тоже здесь небольшой выделен Ну и я если что буду ориентироваться вот конкретно на этот предмет У нас все-таки программа «Жизнь замечательных вещей» Значит это литография, она 19 века И здесь изображен собственно сам Жан Кальвин и его соратники, сподвижники Я немножко расскажу теоретическую часть о самом Кальвине, о его учении И дальше рассмотрю уже литографию Будете здесь стоять, да? Ну как-то так, не знаю, я бы сюда уже отошел Значит, хотя требование реформ католической церкви Оно уже наблюдалось на протяжении целого века, наверное, 15-го Но как таковая реформация, движение протестантизма Оно традиционно идет свое начало от деятельности Мартина Лютера и Ульриха Цвингли Это два деятеля, они сами бывшие католические священники Один из них начинает свою деятельность в Германии, точнее в Саксонии А второй в Швейцарии Начало их деятельности приходится на конец 1510-х, начало 1520-х годов И вот это, собственно, первое поколение реформаторов Которые уже определили самые главные основные положения всего явления Всей реформации, всего протестантизма По сути, требования реформ у них были очень близкие и похожие Главное из этих требований было обратиться только к Библии Отвергнуть всякие прочие наслоения, учения И вернуться только к изначальному тексту Библии И также у них одно общее было такое требование, похожее Это отказ от представления, понимания института священников Как посредников между Богом и человеком Протестанты, последователи Лютера и Цвинги с самого начала считали, что священство всеобщее И между человеком и Богом посредник один Это Бога, человек, Христос Все, вот, собственно, вот эти положения, они и стали самыми основными, самыми изначальными Ну и, наконец, также еще одно было главное догматическое положение Которое всех протестантов объединяло Это представление о полной, абсолютной, тотальной греховности человека Если католики и православные представляли себе, что спасение происходит в том числе и благодаря деятельности человека Его делам, поступкам, стремлению к Богу То протестанты, Лютер, Цвинги, да, с самого начала считали, что никакой возможности этот грешный падший человек сам себя вытащить не может, не способен И все спасение только от Бога Вот, собственно, вот эти три положения, они и стали фундаментальными, общими И далее они вот и лежат в основе всех протестантских учений и течений Значит, в дальнейшем, в 1520-30-е годы все протестантские движения в Европе, они, собственно, шли в русле учения Лютера Вот так в Германии развивалось Ну или в русле учения Цвингли Это в Швейцарии, да, вот эти два основных первых течения движения В 1531 году Цвингли, к сожалению, внезапно погибает во время войны, в сражении с католиками И таким образом, собственно, вот эту линию, которая начиналась с Цвингли, продолжил затем Жан Кальвин Вот этот герой, который сегодня нас в основном и волнует И именно Жан Кальвин в 1540-1550-х годах и окончательно оформил вот это движение течения, которое получило его имя, кальвинизм И это течение, наряду с лютеранским, считается вот двумя основными первоначальными историческими движениями протестантизма Значит, сам Жан Кальвин Ну, смотрите на меня, да, представляете Кальвина, смотрите на литографию Кальвин в центре Значит, сам этот человек, он у нас Это может даже я, да Значит, сам Кальвин, он относится ко второму поколению реформаторов Кальвин был на 26 лет моложе Лютера Но Кальвин успел его заставить, переписывался, знал его Хотя основная деятельность Кальвина, она же уже проходила в основном после смерти самого Лютера Кальвин француз Он родился в семье адвоката в 1509 году на севере от Парижа, север Франции